Всем привет! Я Вика Виноградова, а это рубрика GozaTestim, в которой я покупаю специально какие-нибудь необычные, странные, интересные продукты в супермаркетах, а потом вам рассказываю, как они по вкусу, стоит ли их брать или лучше оставить на полке. И сегодня у меня куча молочных коктейлей. Половина из них шоколадные, половина кофейные. И вот мне дико интересно, во-первых, как они будут на вкус, а во-вторых, будут ли они вообще между собой отличаться. Давайте проверять. Поехали! Итак, что у нас по вкусам? Как я уже сказала, половина из них шоколадные, половина кофейные. Что мы имеем? Молочный коктейль со вкусом трюфеля, шоколадный апельсин, пряного печенья и шоколада и шоколадное мороженое. А вот кофейные. Шоколадное латте, макочино, латте-карамель и капучино. Поэтому давайте мы сначала попробуем шоколадные, между собой их сравним, а потом кофейные. Сразу скажу, что я заметила, пока все это наливала. Во-первых, по цвету от Дониссимо молочные коктейли практически не отличаются, кроме вот этого пряного печенья и шоколада. Он вообще очень подозрительный, если честно, я боюсь его пробовать. Вот смотрите, у него здесь какой-то осадок. То есть вот эти все коктейльчики, они абсолютно однородные, все красиво, замечательно. А этот я наливала. Во-первых, сначала какая-то просто полупрозрачная жидкость пошла. Потом вот этот вот осадок хлопьями какими-то. При том, что по сроку годности, я сейчас посмотрела, все эти коктейли были сделаны в один и тот же месяц. До 2019 года это еще все можно пить. Я не знаю, что это такое. Может быть, это просто у них технология такая, но... Мне, честно, страшно это пробовать. Правда. А вот что касается молочных коктейлей от Эрман, они абсолютно все разные по виду и по цвету. Вот. То есть для сравнения. Оп и оп. Вот это у нас со вкусом шоколадного мороженого. Вот это вот все кофейные. И они реально кофе выглядят. То есть у них цвет даже как у кофе. Вот это уже очень-очень любопытно. Так. Ну, возвращаем. Давайте все по очереди. Сейчас попробуем и узнаем. Итак, поехали. Сначала начинаем со вкусом трюфеля. Запах вкусный. Кстати, сейчас по запаху сразу все сравню. Вот у этого просто чуть-чуть шоколадкой пахнет. Со вкусом апельсина. Немножечко легкие нотки апельсина чувствуются. Печеньки. Пахнет овсяным печеньем. Вот выглядит подозрительно, а пахнет очень вкусно. Реально печеньки овсяные. Класс. И шоколадное мороженое. А у него почти запаха нет. Едва-едва чувствуется запах шоколада. Как так? Реально, у этого и то больше чувствуется. Поехали. Он прикольный. Он такой, немножко вот эти вот трюфельные конфетки ощущаются. Но он не ярко выраженный вкус. Не такой насыщенный. Скажем так, это, наверное, где-то на 3 с плюсом, 4 с минусом. То есть это неплохо, но нет какого-то такого прям цепляющего вкуса, чтобы хотелось выпить все до последнего глоточка. Вполне добротно. Так, а со вкусом шоколада и апельсина. Здесь чувствуется апельсинка. И опять же, очень-очень мягкий вкус, то есть слабо выраженный. Они между собой отличаются, да. Но такая консистенция, она очень слабенькая. Как будто заварили не настоящий какао, а вот какой-нибудь типа там Несквик, что-то такое. То, что нет какого-то яркого вкуса. В принципе, нормально. Пить можно. Со вкусом печенья. Ой, боже мой. Я смотрю вот на вот эти хлопья. Мне очень страшно это пробовать, честно. Я надеюсь, я выживу. Пахнет безумно вкусно, но на вид. Ай. Поехали. Обалдеть. Я только что выпила печеньку. С ума сойти. Реально. Они сделали вкус овсяного печенья. Вот эти вот хлопья, они не так чувствуются, а просто я пью печенье. Здорово. Приправлено еще, причем, немножечко шоколадом. А, это как так? Это как будто взяли прям просто гору печенья, полили шоколадом, выдавили сок, и вот, вот он готовый. Без мякоти. Класс. Это прикольно. Вот это, вот это прям. То есть, здесь более ярко выраженный вкус, чем вот у этих двух. Хотя тоже сам шоколад очень-очень нежный, деликатный, мягенький. Ну, интересно. Так. Шоколадное мороженое. Реально, почему оно без запаха? То есть, ну, как так? Почему вот эти пахнут, а здесь нет? Сейчас разберемся, что по вкусу. Ой. Сейчас я для большей такой объективности запью все водичкой, смою вот эти предыдущие вкусы, еще раз попробую. Потому что пока это странно. Вторая попытка. Разобраться, какой же у этого вкус. Я не могу понять, но он мне вообще не нравится. Это, оно не пахнет ни мороженым, ни шоколадом. По вкусу точно так же. И какой-то привкус странный, очень. Я не понимаю, что это. Если растопить даже просто шоколадное мороженое, будет в разы вкуснее. Я не знаю, что они тут намешали, но это так себе. Ну что, по шоколадным. В принципе, от Донисима оказались вполне неплохие. Они не ярко выражены по вкусу, как я уже говорила. Но довольно прикольные. Особенно вот печеньки очень чувствуются. Апельсинка тоже ощущается. И трюфель, ну, такой больше просто шоколадный коктейль. А вот термонайм, не знаю. Что у него в составе? Обезжиренное молоко, сливки, сахар, сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, сухая молочная сыворотка, какао-порошок, загуститель, куаро... Ку-ку-ку-гаво... Кого-куда? Гуаровая камедь. А, твою мать, это вообще интересно, съедобно. Эмульгатор, моно и деглицериды, жирных кислот, декстроуза, стабилизатор. А, боже мой, сколько там всякие ароматизаторы и прочее. Ну, да. Вот ради интереса, что у нас со вкусом вот этого печенья? Где ты? Где ты, где ты? Состав. Молоко нормализированное, сахар, какао-порошок, стабилизатор Е1442, ароматизатор, стабилизатор каррагинан. Я, конечно, понимаю, что здесь тоже химии так понамешали, но все-таки, по-моему, ее меньше гораздо. Правда, возможно, именно поэтому не так ярко выраженный вкус. Ладно, все, оставим пока шоколадные в покое, переходим к кофейным. Надеюсь, вы будете гораздо интереснее. Потому что вот из этого, честно, я бы, ну, наверное, максимум взяла бы апельсиновый. То, потому что я очень люблю всякие цитрусовые вкусы, кислинку и так далее. Хотя здесь это кислинки вообще не чувствуется. Ну, просто так немножечко апельсина, это, в принципе, вкусненько. Печенька, это прикольно, но это так вот на один раз попробовать, это интересно, конечно. Но пить печенье... Хотя, мне кажется, наверняка найдутся любители, которым это зайдет. Все, хватит болтать. Переходим к кофейным. У нас шоколадные латте. Пахнет, я не знаю, но не кофе. Чуть-чуть, может быть, если только. Не, странный запах. А у остальных? О, вот этот сразу чувствуется кофе, пахнет. Потом, кто это у нас? Латте карамель. А у них почти одинаковый запах с предыдущим. А это у нас капучино. У них у всех трех абсолютно одинаковый запах. Просто кофе. Ладно, узнаем, как это на вкус, потому что по цвету, вы сами видите, они отличаются. Должны же они по вкусу как-то быть различны, правильно? Поехали. Шоколадные латте. Я не знаю, может быть, меня глючит вкус как у Дошика. Я реально, это какой-то молочный коктейль со вкусом доширака. Вот эти вот специи, приправки, они здесь чувствуются. Может быть, это, конечно, не кофе в переделке получилось, но это что-то оригинальное. Нет, это очень слабо похоже на в кофе. А вот привкус вот этой вот приправы от лапши, он ощущается. Магия. Что они тут намешали такого? Состав молоко нормализованный, сахар, какао, порошок, стабилизатор, тра-та-та, ароматизаторы, стабилизаторы. Ничего такого нету. То есть, просто какие-то ароматизаторы и все. Ребят, из Доно. Вы очень странно сюда положили ароматизаторы. Это не кофе, я не знаю, это что-то непонятное. Вы хотели, наверное, ну ладно, я не знаю, что вы хотели сделать. Черт бы с вами. Я буду пробовать макачино. Пьешь кофе, но он такой слабенький по вкусу, чуть-чуть с горчинкой. Очень-очень такой, знаете, как взяли кофе из Старбакса, вот который продаются, такие же молочные коктейли, уже холодненький кофе. Наверняка где-нибудь видели, если по крайней мере в крупном городе живете. Вот там он вкусненький. А вот этот пьешь, и как будто вот этот вот кофе из Старбакса взяли, туда воды налили как можно больше, и вот получилось вот это. Он очень ненасыщенный по вкусу. Серьезно. В нем больше вкуса воды, чем кофе. Ну как так? То есть, вот это вот кофейное послевкусие, оно чувствуется, оно остается. Но когда ты пьешь, ты понимаешь, что оно абсолютно ненасыщенное. Зачем так делать? Зачем? Ммм, блин, я так на вас рассчитывала. Мне казалось, что раз вы такие все разнообразные по цвету, у вас вкус будет классный, интересный. Но, фу, ну куда, камон. Да. Я теперь уже даже, честно говоря, не очень хочу пробовать остальные. Но надо, латок карамель. Ладно, беру слова назад. Вот это вкусненько. Опять же, сам по себе вкус не очень насыщенный. Но он такой нежненький, сливочный. Вот действительно лата с карамелью, оно ощущается. Здесь его можно было бы все-таки сделать как-то поинтереснее, сам вкус посочнее. Но пить это приятно. Немножечко сладковатый, не приторный. Вот это хорошая штука. Вот она на такую твердую, наверное, четверочку. Это не идеально, но вкусненько. Вот по сравнению с этим, нет, ну вот он невкусный. Абсолютно. Я не понимаю, это как какой-то дешевый растворимый кофе, как будто бы развели. И причем, наверное, по соотношению чайная ложка на целый чайник кипятка. Ну что, ну зачем так делать? Не-не-не, невкусно. И у нас остался последний, это просто капучино. Ой, ну опять, вот та же самая история, что с этим. Тоже очень сильно разведенный кофе с молочком, не приторный, не сладкий, никакой. То есть почему-то вот этот вот лата карамель у них получился гораздо интереснее по вкусу. Хотя он, конечно, тоже разбавленный, если честно. Но он хотя бы его пить приятнее. А вот этот... Не, ребят, Изерман, извините, но просто когда-то до этого пила нормальные молочные коктейли кофейные. И знаешь, какие они должны быть по вкусу. Вот это, честно, это халтура полная. Потому что, ну это, ну, фуф. Ну, кто так делает? Зачем? Зачем? Вот так вот это все разбодяживать. Понапихать всяких вот этих ароматизаторов или мулькаторов. Чего тут только нету, но... Здесь вот именно, чего только нету, но нету вкуса. В этом плане Донисима гораздо интереснее. У них тоже все-таки вот эти вот шоколадные, молочные, кофейные вкусы не так ярко выражены. Но это хотя бы вкусненько. Это хотя бы можно потом брать еще и еще. Вот апельсинка, например. Да! Слушайте, да, гораздо насыщеннее вкусу. То есть, когда уже потом вот после вот этого пьешь вот эти, они кажутся, ой, какие классные, какие насыщенные, как здорово. Вот даже по самим ощущениям, вот это пьешь, прям вот просто как водичка она такая течет. А здесь чувствуется уже какая-то текстура, наполненность, что ты действительно пьешь какао. И оно вкуснее. Все, да, я беру слова назад, Донисима, вы молодцы. Вот у вас твердая четверка, ребят. Это не идеально, но это хотя бы вкусно, вот по сравнению вот с этими товарищами. Да и трюфели хорошие тоже. Да, здесь ощущается вкус трюфеля. Вполне. То, что заявлено, то и ощущается. Все. А что у нас было с шоколадным латтой? Нет. Вот здесь как остался привкус доширака, так он и остался. Ребята, сорян. Время подводить итоги. Итак, на первом месте у нас идут Донисима. Давайте я их сюда поставлю. Вот эти вот, ребята, молодцы, вкусно. Печеньки. Несмотря на сомнительный вид, это тоже все-таки вкусно и оригинально. Дальше. Со вкусом трюфеля, почему бы и нет. Потом у нас идет карамельный латте. Потому что, ну, хотя бы хоть какой-то приятненький вкус. Окей. А вот потом вообще начинается какая-то засада. Если честно, я не знаю, как их вот расставлять. Они все какие-то одинаково гадские на вкус. То есть, ну, вот эти вот молодцы. А вот это вот... Вот это вообще непонятный был вкус. Да? Где-то он, кстати, был. Вот тут был. Ну, да. У него привкус ужасный. Я не понимаю, как так. Это даже не доширак. Это я не знаю, что это за привкус такой. Он невкусный абсолютно. А тут был дошик. Не, он даже по запаху чувствуется доширак. Ну, я не понимаю, как? Как вы это сделали? Умудрились? Зачем? Почему? Ну, в общем, давайте... А давайте вас просто в общую такую братскую могилу. Вот, грубо говоря, вот эти вот два на предпоследних местах. Потому что абсолютно ненасыщенные, невкусные. Ну, так себе. А вот эти вот два с непонятными привкусами. Их на самые последние места. И все. И на пересдачу на второй год. Вот. А вот это вот явно можно брать. Это вам понравится. Это будет вкусненько. Особенно вот эти вот первые три от Донисима. Это классно. Если вы любите трюфели, или печеньки овсяные, или апельсинки. И вот с этим всем молочный шоколад вам зайдет. Так что, ребят, молодцы! Вы победили! Тарам-парам-папам! А у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам понравится. Если несложно, поставьте лайк. Мне будет очень-очень приятно. Я пойду думать, что еще можно затестировать. Кстати, если есть свои идеи и пожелания, пишите их в комментариях. Обязательно все рассмотрю. И сделаю максимально возможное, чтобы купить эти продукты. И все вам рассказать, показать. У меня зовут Вика Виноградова. Всем хорошего настроения! И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok